Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присну и во веки веков. Аминь. Поздравляю вас с совершившимся браковенчанием. Должно все быть в жизни просто, по идее. Так вот, просто верующая девушка нашла в себе спутника жизни, просто верующий молодой человек увидел ту, с которой хочет сочетать свою жизнь и видеть в ней матерь своих детей будущих. Но это просто не происходит. Все гораздо сложнее. И сегодня совершилось то, что должно было вроде бы совершиться раньше. Но мы уже вступили в такую полосу историческую, когда все совершается неправильно. То есть нет такого... То есть если мы захотим так, чтобы все было правильно, то мы больше наошибаемся, чем если встраивать правильное в неправильное. Вы прожили уже какое-то время. То есть вас споровал Господь, и вы проверили свои чувства, и его оба христиане. Уже родились дети ваши. Сегодня мы догоняем то, что не было сделано раньше. Ну и лучше догонять, чем делать что-нибудь неправильное. Позвольте вам пожелать, вообще дай Бог, чтобы все люди, которые живут в браке, поняли, что брак – это тайна. Ну правда, это большая тайна, когда двое становятся одним, когда у тебя есть свой отец и мать, и они вроде самые близкие люди на земле. А потом происходит нечто, и ты берешь в жену и ее, и уже отец и мать не так близки. Уже ближе, чем жена, уже нет никого. Моя мама не так мне близка, как моя жена. И дети мои не так мне близки, как моя жена. Это вообще самый тесный, самый таинственный, самый священный такой тип, образ, соединение людей в мире. Ничего ближе, чем муж и жена нет на свете. Мама и дети, папа и дети – это все дальше. Только муж и жена самая близкая. И поэтому этот образ соединения апостол Павел берет как образ соединения Иисуса Христа с верующими. Он глава – мы тело, он жених – мы невеста. Он отдал себя за нас, чтобы мы были святы и непорочны. Вот это все самое близкое к Богу. То есть таинство брака заходит на небо. Это не земное таинство, на самом деле. Земное таинство – это как бы, ну, земные вещи – это как бы там, ну, влюбиться, переморгаться, там, значит, сойтись, разойтись, там, где-то повстречаться. Вот это все земное. Там, где есть гормоны, там, блуд, молодость. А уже брак – это уже на небо заходит. Вот это уже что такое небесное, какой-то я живу, Христос и Церковь. Так что мы будем, во-первых, благодарить Иисуса Христа, Господа, что Он дал вам желание повенчаться. Ну, есть много людей, которые живут в браке и не чувствуют в этом нужды. Значит, кто-то из вас почувствовал нужду, может быть, больше жена, может быть, больше нужд, там, я не буду лезть в вашу душу. Но второй согласился, и вы пришли сюда вместе, как один человек. Вы уже пришли сюда, как один человек, но без благословения. То есть мы сегодня не делаем вас мужем и женой, потому что вы уже стали мужем и женой раньше, еще в день зачатия ваших детей первых, там, и в день вашего знакомства, может быть, уже. Но сегодня мы осветили то, что уже есть. И вы сегодня стали мужем и женой в вечности и для Бога, и для всех. То есть вообще для Иисуса Христа, для Матери Божьей, для Архангела Михаила. То есть вы теперь муж и жена, вы не чужие. И можем пожелать, чтобы это желание осветить свой брак пришло в сердце всех, кто живет в браке невенчанных. У нас таких очень много. В нашей стране очень много. Понятно, из чего мы вылезли и из какой истории мы... Какая история осталась нашей спиной. Ну, дай Бог, чтобы это было. А вам, друзья мои, позвольте пожелать долгих лет жизни, наполненных полезными событиями. Долгие годы без полезных событий – это не надо. Это зря. Зачем эти долгие годы? Но если есть полезные события, если человек строит, пишет, учит, клеит, лепит, режет, молится, плачет, радуется, то тогда все хорошо, тогда надо долго жить. Поэтому поднимайте детей, которые есть. Бог даст, родите новых, еще, еще кроме этих. Ну, как там уже, это опять-таки тайна Божия. Поднимайте на ноги детей, работайте, будьте творческими людьми, будьте ответственными, потому что все наши дела, они могут нас привести в Царство Небесное, а могут нас лишить Царства Небесного. Любите друг друга с годами больше. Потому что в старости, или в зрелости, скажем, о старости пока не скажу, но о зрелости скажу, что в зрелости любят люди по-другому, по-другому, чем в юности. Я знаю, что такое юношеская любовь, знаю, что такое любовь зрелого там, дядькина, и уже такое, уже такая зрелая-зрелая, уже ближе к старости, как бы это разные виды любви. Любите друг друга по-настоящему, чтобы это тайна соприсутствия, чтобы вот ты видишь возле себя милое лицо, это благословение, это дар Божий. Берегите друг друга, язык свой сдерживайте, потому что язык – это самый главный враг человека. Он рушит вообще всю Вселенную и разрушает брак именно язык. Поэтому язык наприкус, значит, и не обижайте друг друга, и берегите друг друга. Слава Богу за все. Бог добрый, Бог хранит нас, любит нас, и мы должны любить Его. И сегодня мы смотрим на вас, и как бы каждый для себя, что воскрешает в душе. Если незамужняя девушка посмотрит на вас, скажет, я тоже хочу. Если там женатая женщина, замужняя женщина посмотрит на вас, скажет, мне тоже такое было. Если мужчина посмотрит на вас, скажет, ну, да, я тоже был женихом, я тоже со свечкой стоял перед алтарем. То есть как бы вы для нас сегодня обновляете наши души тоже, потому что в церкви так получается всегда, что-то с одним происходит, как бы, но для всех это полезно. Ребенка крестим, как бы, там, вдруг бабушка уверовала, там, или там, кого-то венчаем, как бы, там, кому-то, кто-то вдруг что-то понял. Это все такое для всех, то есть ваш брак, он не для вас, он для всех. В том смысле, что благодать Божия нальется и на север, на юг, на запад и на восток. Мы рады за вас. Теперь, пожалуйста, поцелуйте сюда. Субтитры создавал DimaTorzok